Слава Господу, братья и сестры! Господь нам по Своей милости и любви даровал нам это время благоприятное, время благословения, время милости Божией, и за это Ему слава и благодарение. Дорогие братья и сестры, я хочу всех вас приветствовать именем Господнем, кто нас слушает сегодня, моих братьев и сестры в зале сегодня. Я вас приветствую именем Господнем, да будете вы и ваши дома благословены и помилованы нашим Господом. Слава Иисусу Христу! Мое желание сегодня вкратце поделиться местами из Писания, которые Господь положил мне на сердце, и чтобы мы прибыли с вами в молитве, чтобы мы преклонились перед Божьим лицом и были исполнены сегодня Его силы, Его благодать и Его благословения, потому что сегодня Господь ожидает от нас поклонения, потому что Он достоин хвалы и чести, Он достоин прославления, потому что Он есть Бог живой, Он есть Бог спасающий и любящий. И даже сегодня, когда мы все раздельны, когда мы все по своим местам, когда этот вирус внушил страх в людей и в народы, есть паника вокруг, но наш Господь сегодня в контроле, наш Господь с нами. Слава Господу, мои братья и сестры! Я благодарен Богу, что Он, когда мы Его не видим, но Он с нами, Он в нашем сердце, Он говорит к нам, Он обращается к нам, и Он сегодня дарует утешение и покой нашим сердцам. Слава Господу, братья и мои сестры! Я желаю поделиться местами из Писания. Это будет 1 Коринфянам, 3 глава, 10 по 16 стих. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, говорит такие слова с 10 стиха. «Я, подданный мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Стройт ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Слава Господу, братья и сестры! Разве мы не знаем? Я думаю, мы сегодня знаем и понимаем, что сегодня Дух Божий живет в церкви своей. Слава Господу, мои братья и сестры! Я благодарен Богу, что апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, задавал эти вопросы, и передавал это послание этой церкви, потому что сегодня это и есть ободрение для нас. И здесь он пишет, первым, десятыми, одиннадцатым стихом, он пишет такие слова. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит!» В то время апостол Павел пребывал в учении, в наставлении церкви своей, чтобы их научить Слову Господнему, этих истин фундаментальных для христианской жизни. И он говорит, «Я заложил основание, я положил!» Но каждый смотри, как строит! Я сегодня задаю себе, мои братья и сестры, и каждому из вас вопрос, смотрим ли мы, что мы сегодня строим? Можем ли мы сегодня взглянуть на наше строение духовное? Можем ли сегодня обратиться на то, что мы построили, и оценить качество нашего строения? Пошатнулось ли оно сегодня, когда подул этот ветер, когда поднялась эта паника, это переживание, когда поднялась это сомнение? Стоит ли наше строение сегодня твердо? Или шатается ли оно? Или сегодня мы имеем переживания в своем сердце? Или сегодня мы видим, что наши окна треснули? Что сегодня стены наши начинают шататься? Братья и сестры, давайте мы посмотрим, что мы строим? Или что мы построили? Каждый смотри, как строишь! Ибо он говорит, что не может быть другого основания, как Иисус Христос и Ефесянам, 2-я глава, 20-м стихом апостол Павел обращается к этой церкви, он говорит такие слова, что вы, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Братья и сестры, слава Господу, что сегодня мы имеем Иисуса Христа, как наше основание, что сегодня Иисус Христос является этим камнем, и Он держит нас, Он держит наши семьи, Он держит нашу жизнь, Он сегодня есть камень, которому мы прикреплены, и мы можем твердо уповать на Него в это время, когда есть сомнения и переживания. Слава Господу, братья и сестры, это есть утешение и ободрение для сердца моего, что у меня есть Господь Иисус Христос, и что сегодня Он есть мое основание. Матфея, 7-я глава, в конце той главы Иисус Христос приводит стихи, приводит такую иллюстрацию для тех, которые слушали Его, что тот, который слушает Слово Господнее и исполняет Его подобен человеку, который построил дом свой на камне. И поднялся ветер, и дождь пошел, и подули ветры, и вода налегла, и те ветры налегли на дом, но Он не упал, потому что Он был основан на камне. Ну, там также пишут, что тот, кто слушает Слово Господнее и не исполняет, он подобен человеку, который построил дом свой на песке, который построил дом свой на основании, который не твердо. И поднялся ветер, подули ветры, пошел дождь, поднялись реки, и дом тот упал, потому что не было основа на камне. Братья и сестры, сегодня Писание нас призывает, чтобы мы посмотрели на дом наш, на наше духовное строение, на нашу духовную жизнь и пересмотрели. Может быть, мы начинали строить на камне когда-то, но сегодня мы двинулись, и мы строим на нетвердом основании. Сегодня мы решили расширить наше строение, и мы сошли с камня и начали строить, где нам удобнее. Но, братья и сестры, я призываю себя в первую очередь и каждого из нас, чтобы мы посмотрели, открыли наши глаза, попросили Господа, открой нам глаза, Господь, чтобы мы увидели, что мы сегодня не строили на основании, которое не твердо. Но мы должны сегодня стоять на Иисусе Христе, на основании, которое есть Иисус Христос, наш краеугольный камень. Слава Господу, братья и сестры! Вы знаете, когда в прошлом году моя жена сильно болела, я был в таком внутреннем мучении, сомнении, моя жена переживала, наша семья переживала, и мы молились, и в доме нашем был брат, которого наполнил Дух Святой, и через него было сказано слово ко мне, что, Андрей, ты должен залаживать верные основания и строить верные строения, потому что только тогда пройдет утешение и благословение в дом Твой. И вы знаете, я сегодня вспоминаю те слова, я вспоминаю то откровение Господне, и я сегодня пересматриваю, у меня прошел год, как я сегодня, как я строил мое строение, что я влаживал в мою жизнь. И вы знаете, апостол Павел сегодня говорит в этих словах, что, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. И дальше он говорит, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. И вы знаете, в этих словах я вижу очень четкую границу между материалами строительными. Здесь он говорит, строит ли кто из золота, серебра и драгоценных камней. А потом три последовательных элемента – это дерево, сено и солома. И вы знаете, когда мы изучаем эти элементы или эти строительные орудия или материалы, мы можем увидеть очень прекрасное разделение сена, дерево и солому в нашей практической жизни мы можем найти на поверхности земли, мы можем прогуляться в лесу и найти там много деревья, и найти там много веток для строения, мы можем найти много соломы и травы, если нам нужно найти, мы можем покосить ее, оно очень быстро собирается. Но если мы смотрим на те элементы, которые описываются здесь золото, серебро и драгоценные камни, я вчера вникал и эти элементы очень трудно добываются в огромном количестве. Вы знаете, мы можем пойти на реку и может там мы найдем какие-то маленькие крупинки, каких-то камешек или золото, но чтобы добыть большое количество качественного золота, серебра или драгоценных камней, люди углубляются очень глубоко в землю, роют эти шахты, эти туннели, чтобы там добывать золото, серебро, драгоценные камни. Самые глубокие шахты для золота, они примерно в 4,5 километра глубины под поверхностью земли. Такие элементы, как бриллианты, несколько сотен метров под поверхностью земли являются эти шахты глубиною несколько сотен метров под землей, и люди копают, и люди там ищут, и находят эти камни. Братья и сестры, если мы в переносном смысле смотрим на духовную жизнь, то дерево, солома и сено, оно является поверхностной жизнью духовной. когда мы можем так быстро пробегаясь прочитать место из Писания на протяжении дня, когда мы имеем такие быстрые молитвы, когда мы нуждаемся в чем-то, когда у нас какая-то быстрая нужда, и мы просим Господи помоги, и Он помогает, но мы потом возвращаемся в своей суете, в работе, и мы забываем про Господа. Вы знаете, это поверхностная христианская жизнь, и здесь апостол Павел говорит, что каждое дело, оно испытается огнем, огонь не минует никого, каждого дела оно испытается, и чем, и из чего мы сегодня строим наше строение, братья и сестры, как мы сегодня живем христианской жизнью, живем ли мы поверхностной жизнью, когда мы просто одеваемся красиво, молимся правильно, поем те правильные псалмы, и читаем Слово Божие, потому что нам нужно, или углубляемся ли мы сегодня в Слово Божие, углубляемся ли мы сегодня в Дух Божий, в Его истины, в правду Божию, ищем ли мы Бога, как люди ищут это золото, эти бриллианты, углубляемся ли мы в Иисуса Христа, чтобы найти ту драгоценность, из которого мы можем построить духовный дом, братья и сестры, я эти вопросы задаю в первую очередь себе, и каждому из нас, что мы сегодня, как апостол Павел сказал, посмотрели на наш дом, я думаю, единственное хорошее, что произвел этот вирус в нашем обществе и в нашей церкви даже, это то, что мы, оно заставило нас сегодня посмотреть на себя, остановиться в нашей жизни суетной, в этом колесе постоянном, в котором мы крутимся, мы остановились, и мы можем посмотреть на себя, мы можем посмотреть на свои семьи, на наших жены, на наших деток, и мы можем сегодня переосмыслить, мы можем сегодня переважить или поставить на веса нашу жизнь, как мы сегодня живем, как мы жили, и как мы должны жить, вы знаете, слава Господу, что мы имеем это время, но я сегодня хочу сделать вызов для каждого из нас, и мы преклонимся в молитве, из чего мы строим, братья и сестры, поверхностная жизнь, те вещи, дерево, солома и сена, они очень быстро горят, они очень быстро, их вспыхивает огонь, и они очень быстро исчезают, но вот эти камни, это золото, это серебро, оно выдерживается в огне, хоть оно бывает плавится, но как в Писании апостол Павел пишет, оно, оно как чистится, это золото, и наша вера сегодня должна быть как то золото, огнем очищивая, огнем очищимая, и чтобы мы вставали чище и крепче, чтобы мы сегодня отражали Христа, и чтобы мы были углублены на этом камне, я призываю вас, мои братья, мои сестры, и себя, чтобы мы сегодня углубились в Иисуса Христа, есть еще время, это благодать Господня, это милость Божья, что мы имеем время опять в домах своих преклониться и сказать, Господи, прости меня, прости меня, что я строил так быстро, на быструю руку, этим временными вещами, тем, что горит быстро, потому что оно быстро добывается, но сегодня Господь нас призывает к качественной христианской жизни, Господь призывает нас сегодня к посвящению полному, чтобы было то верное основание, краеугольный камень и Иисус Христос, и чтобы было то качественное строение из золота, серебра и драгоценных камней, та жизнь, которая находится в Иисусе Христе, в Слове Господнем, и Соломон в своих притчах говорил, это будет притча, притчи, 16 глава, 16 стих, говорится, такие слова, приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Сегодня апостол Павел и Дух Божий призывает нас строить духовный дом из качественных металлов и драгоценных камней, и мы находим мудрость и разум, которые предпочтительнее и лучше, чем золото и серебра в Слове Господнем. Это есть премудрость Божья, это есть Дух Божий, это есть истина Божья. На страницах Писания заложен Бог и Его сущность, и сегодня мы призваны строить наше строение на основании Писания, на основании Иисуса Христа, на основании Его Слова и Откровения, потому что тот дом и то дело, которое построено на нем, и то дело, которое построено из этого blueprint, из этих, из этой схемы, которая написана здесь в книге Слове Божьем, в книге Библии, то дело, оно устоит и написано, что тот человек, он получит награду. Да поможет нам Господь, братья и сестры, я хочу призвать нас, себя и каждого из нас сегодня к молитве. Я хочу молиться с вами, братья и сестры, что мы сегодня переоценили свою жизнь, что мы пересмотрели, если сегодня пройдет огонь через наши дома, сгорит ли он или устоит и укрепнет он, чтобы наш дом сегодня был основан на Иисусе Христе, потому что нету больше основания, кроме Иисуса Христа, на котором мы можем устоять. Есть другие основания, есть мирские основания, есть мирская жизнь, но то строение, которое устоит против ветра и огня, и воды, это то строение, которое стоит на Иисусе Христе. Да поможет нам Господь, мои братья и сестры, сегодня стоять твердо на Нем, укрепляться в нашем Господе и пребывать в Его присутствии. И наше строение, оно устоит, и в конечном итоге мы получим награду от Господа. Ему добудется все слава, Отец и Ний, Дух Святой. Аминь. Преклонимся для молитвы. Дорогой Иисус, я благодарю Тима, мой Господь. Благодарю.